Здравствуйте, дорогие друзья! 15 ноября 2020 года, Вернатска Парк. Великолепный день, несмотря на такую пасмурную погоду, но командам «Приоритет» и «Атлас» данные обстоятельства помешать не можем. Со мной сейчас будет представитель команды «Приоритет» Дмитрий Чумаков, прошу прощения, и мы его спросим о том, как вообще прошел этот сезон, как дошли до такого финала, какие ожидания, что не сложилось. Ну, финалом я бы не назвал этот матч, все-таки путевка за высшую лигу. Конечно, очень важное событие для нашей команды с точки зрения поэтапного развития. От сезона к сезону мы на уровень увеличивали шаг и непосредственно достигли цели попасть в пятерку, которая была поставлена перед командой, перед началом этого сезона. В целом, мы довольны сожившимися обстоятельствами, как команда подходит к этой игре. Несмотря на серию из неудачных матчей, достаточно продолжительную... Ну да, была некая психологическая игровая яма у вас не так давно. На самом деле, раскрою небольшой секрет, никакой ямы не было психологической, просто мы выпали из двойки и уже приоритетом поставили подготовку и подготовку к стыковым матчам, чтобы те игроки, которые выпали из обоимы, но они также являются лидерами команды и влияют на результат. Мы их подтягивали, они добирали тонус и все получили игровую практику. И мы, более того, попробовали их на разных позициях. И сегодня готовы несколько сюрпризов преподнести им. Ну, понятно. Дмитрий, такой вопрос. Жандаров великолепно провел полуфинальный таковой матч, забил два великолепных гола, в принципе, вел команду за собой. Будут ли у него сегодня помощники, появятся ли еще новые лидеры в сегодняшней игре? Ведь напомним нашим зрителям о том, что в первом круге вы отыграли Атву со счетом 6-2, а в этом чемпионате в сезоне 19-22 круги не так давно вы проиграли со счетом 2-5. То есть получилась обратная абсолютно картина. Будут новые лидеры сегодня? Сможем мы увидеть кого-то или кто-то нас сможет удивить? Да, у нас вернулись в состав, несколько системообразующих игроков. Я думаю, сегодня одну из ведущих ролей, как обычно, Володя исполнит. Но наряду с ним будут тоже яркие наши игроки, которые дадут результат. И мы к этому готовились, мы очень на это рассчитываем. Вопрос, мне кажется, не только у нас, но и у всех болельщиков с приоритетом. Куда делся Иван Воблов в последние игры? Иван Воблов съездил на турнир университетов от мира, они дошли до финала, в Казани он проходил. И, к сожалению, часть команды, которая представляла институт, они переболели коронавирусом. И мы не хотели их сразу задействовать. Дали возможность восстановиться как здоровью, физическим кондициям, так и морально, чтобы в лучших условиях подойти к решающим матчам. Поэтому Ваня сегодня выйдет стартом в составе и, как обычно, покажет себя. Тогда, Дим, следующий вопрос, наверное, последний. На чем основывается уверенность в приоритете своих силах в сегодняшней игре и конкретно что ты ждешь от команды сегодня? Уверенность в наших силах в сегодняшнем матче будет исходить из того, что каждый из тех ребят, которые будут на поле, в первую очередь, самим себе должны будут доказать, что они готовы к высшей лиге. Они стремятся там играть. И, несмотря на то, что у нас есть чувство локтя, командный дух, но каждый себе должен доказать. И, более того, я призвал, чтобы друзья, родители, родственники все тоже посмотрели трансляцию обязательно. Держка у приоритета будет колоссальная. Я думаю, на самом деле, не буду говорить о рекордах по прямой трансляции, но я думаю, показатели будут хорошие. Ну что, Дмитрий, желаем вам и вашей команде удачи. Ну, а рассудит нас всех футбол. Желаю удачи. Спасибо. Хорошее мое время. Ну, а сейчас с нами представитель Атласа, Анвар Бояркин. Давний мой товарищ, партнер. Игрок команды, за которую, честно, я переживаю. Об этом говорил в репортажах неоднократно. Анвар, ну что, расскажешь. Финал сезона, ожидаемый. Да, на самом деле, полтора года мы уже двигались и ждали этот матч, на самом деле. Ну, точнее, я бы сказал, не этот матч, а возможность выйти в вышку. Жаль, что дошли именно до этого этапа. Но настроены сегодня победить и выйти в вышку, как планировали перед началом сезона. Дмитрий Чумаков задавал вопрос, задам его и себе. Первый круг с приоритетом был проигран, ну, можно сказать, чувствую, 26 разговарное поражение. Во втором круге не так давно вы взяли своеобразный реванш со счетом 5-2. То есть, полностью зеркального отражения не получилось, но все-таки суть остается той же. Что мы увидим сегодня? Ну, сколько Атлас готов к сегодняшней очередной встрече с командой приоритет? Не знаю, что получится, на самом деле сегодня другим не поделали, лечить у нас поиграли. Мы тогда не стояли тарелочки были, вот. Но во втором круге буквально там две недели назад играли. Ну, ребят не собрались, поэтому там игра была достаточно легкой для нас. Вот, я думаю, что для них, в принципе, она ничего не значила, а нам нужно было побеждать. Вот, ну, в принципе, она такая, достаточно вставальщик. Дружка. Ключа прошла, вот. Ну, выиграли сегодня, я думаю, что будет как раз упорная борьба, по крайней мере. Мы для этого приложения все усилия, чтобы повторить результаты недельно давности. Ну, специально как-то готовились неделю, может, обсуждали с ребятами, с Максимом Адаксиным, с которым постоянно на контакте, я знаю. Не обсуждали, на самом деле, как-то всегда стараемся играть от себя, а дальше уже все получится. Мы ни под кого не подстраиваемся, даже там, с кучей играю выше, пытаемся вообще от себя играть. Вот, надеюсь, все получится успехно. Ну, если вот брать ваше очное противостояние, то сегодня все, как говорится, лидеры у нас втрою. Ну, у вас выделяется ты, забил один гол, я дал две голевые передачи в этих двух матчах. И Максим, капитан команда, я забил три мяча, отдал две голевые передачи. Но в прошлом матче, в полуфинальном, виделся Данила Семгатулин, который великолепным ударом со Страхного подытожил тот матч. Со счетом 3-1, напомним, он закончился. Сели в сборе сегодня, и тех, кого ожидали, всех, кого хотели видеть, и всех, тех, кто нужен, они сегодня втрою? Почти, да, наверное, одного человека нет. Я, кстати, стартовался встал, в принципе, да, там, из основного Дима Агаркова. Вот он пока не в состоянии, не в форме, поэтому он не будет там принимать сейчас сегодня снимать. Остальные все втроют, все должны быть. Ну, там, уже разные обстоятельства, какого там, травма, нервамма. Естественно, это не важно, ну, вот, сегодня игра, я думаю, будем на колесе, что забудем и будем играть. И последний вопрос, на чем основывается сегодняшняя уверенность Атласа, и какие стратегические, может, тактистики, может, еще какие-то вариации сегодняшней игры, приготовил ли черно-зеленая сегодняшняя встреча? Нет, на самом деле ничего не готовили, вот, уверенность изучается только друг в друге, будем видеться друг за друга. Полтора года, когда-то практически, когда она длится, поэтому нужно завершать на мажорную ночь, вот, приложенности очень определяется. Ну, что ж, пожелаю вам удачи в сегодняшней игре, надеюсь, она будет успешной. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Команда DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз с вами в эфире LCL TV Юго-Запад. Финальный матч за стыковой выход высшей дивизион между командами Атлас и Приоритет. Ну, что ж, начнем тогда с хозяев команды Атлас. В воротах Янакян, тройка защитников Захаров, Жоголя, Мариев, тройка полузащитников Бояркина, Даксин, Сидгат, Тулин, Терк, Карапетов, нападение, схема 3-3-1. Приоритет Боблов Балуда, центр обороны, на воротах Сасян, два опорника, Муравьев Емелькин. Слева Жандаров, вправо Косарев в нападении Угрешков, как я понимаю. У нас, к примеру, все было написано в рассказовках. Ну, что ж, а главным арбитром встречи будет работать Александр Воронцов. Ну, что ж, поехали. Прозвучал стартовый свисток и команды Ренали Смеша в карьер. Борьба за инициативу сегодняшнего матча началась, а как и не начаться с первых секунд. Ведь мы с вами неоднократно обсуждали, последние игры нам показывают, что в первые 8 минут 10 из игрового матча можно запускать столько ошибок, что потом до конца игры с ними не разобраться. Помним мы и матч трейдера между Атласом, и матч, соответственно, приоритетов команды Сальми, которые на данный момент у нас отправились в первый дивизион. Ну, Александр Воронцов вынужден назначить на первой же минуте матча в трассной по правой брохе. К ничему подходят Максим Адаксин. В предматчевом интервью мы с вами говорили о том, что Максим является одним из самых результативных игроков данной очной встречи. Ну, что ж, посмотрим, сможет ли Максим в самом начале матча уже отметиться в сегодняшнем протоколе. Великолепный прострел низом, но облицательно считает 21 номер приоритета данный такой скрытый, каверзный пас-удар. Все-таки обратим внимание, у нас сегодня плюс один, снег, поле, хокры, и то есть любой отход превращается в недоразумение. Адаксин на подборе, вор, и не попадает. В дальний угол Максим, но видно, кто-то из защитников сумел все-таки дотянуться до мяча, и сумел не тренировать опасность у своих ворот. И вот, подбор, первый играет. Ясно, дальний угол штрафной, удар сходу. Все, все, спасибо. Действительно, 14 номер Атласа. Да, пока Атлас выглядит более предпочтительно на фоне своего соперника. Ну да, последняя встреча, я напомню, завершил со счетом 5-2 в пользу зеленых. Приоритет, в принципе, ничего существенного продемонстрировать не смог. Но, как мы слышали, Дмитрия Чумакова о том, что был некий дисбаланс в игровом составе, и лишь финальные, скажем так, пульки подтянулись все звезды, все основные силы команды. Приоритет. В тем временем на углу страшной раз... Великолепно. Ну, и с подбора пытался трек номера, просределить на дальнюю штангу на Анвара Бояркина. Но великолепно считает эту передачу Иван Глоблов. Ну вот, мячом зеленый через правый край. Я даю это не замысловатый вынос на единственного нападающего Угрешкова. Угрешков, ну углу, страстной удар, дальний угол! Удачно действует нападающий. И Александр Воронцов показывает, что мячом будут владеть нового хозяева сегодняшнего матча. А именно, Енакян будет вводить мяч из собственной вратарской. Оставляет Балуди данное право. Готовит. И не исчезла. Недальше на работах от Анвара Бояркина. Ну, прошло не так много. Три минуты, плюс напомним, Анвар. Анвар долгое время был травмирован. И так давно он начал восстанавливать после тяжелейшей травмы. И объективные игровые кондиции он еще не набрал. Хотя помню, вот в прошлом сезоне. И до вынужденного, простоя, связанного с пандемией, всеми известной. Анвар показывал очень качественный футбол. И систематически отличался в матчах своей команды. Ну, вообще, связка Адаксин с Боярками. Наверное, лет 15. Ребята с одного двора. Вместе играли и за школу, выступали на районных соревнованиях. Знакомые и чувствуют себя, они, на каком-то платоническом просто уровне. Ну, посмотрим, сможет ли сегодня помочь зеленому добыть какую желаемую путевку в высший дивизион с новым океаном смешаном через Балуду. Балуду ждет открывания своих партнеров. Бояркин, касание на Адаксина, но максимум, находясь спиной, не прочитал скрытую передачу своего давнего друга и партнера. Сологуб на подборе. В какой манере Джоголя опережать его оппонента, давая ему понять, что сегодня бегать здесь не стоит. Адаксин через Бояркино по льому краю открывается 14 номер, увидит ли десятка зеленых. Этот адрес нет. Ну да, Рыздали неудачно успеет, успевает Сологуб из-под ноги своего оппонента выбить игровой снаряд. Джандарав заброс на скорость своему нападающему. Наверное, Тан великолепно играет на луке. Десять, значит, тебя в руках. Снова Балуда через правый край. Через Теркарапетов. Теркарапетов на Бояркино, Бояркино на Балуду. Балуда прострел низом. Великолепно вобла. Подкате нейтрализует Анвара непосредственной близости у своих ворот. Ну что ж, кроме дальних забросов от приоритета, за эти пять с половиной минут мы еще с вами ничего толком не увидели. Заброс Бояркино на Захарова. Захаров о левом краю через Теркарапетово. Иван Гоблов вынужден нарушать правила в единоборце с нападающим Атласа. Исполнять дальний стандарт в ночь готовится капитан команды Максим Адаксин номер 7. Спрашивали мы с вами, Анвара, перед сегодняшним матчем, если какие-то домашние заготовки готовились, как-то особенно ребята к этому матчу. Один из лидеров Зеленых сказал о том, что ничего такого хитрого они не придумали за неделю. Да и в принципе не видят в этом смысла. Ведь Атлас всегда играет от себя, а не от соперника. Это то есть соперник боится. Но мы в своих силах уверены. Но тем же от локом обреченном. Посмотрим. Адаксин в ближний угол. И судя по всему, Даниил Сасин задевает данный выстрел. И мяч отправляется на угол Коля. А именно исполнять его готовится протокол Севдатурина. Но мне кажется, это Лаврентий. Да, что это верно. Лаврентий номер 11. Великолепно Захаров на опережение играет против Угрешкова. Угренинова. Прошу прощения. Я уже 6 минут называл нападающего приоритета Угрешкова. Но на самом деле Игорь у нас стоит. Угренинов номер 23. Снова Атлас готовится ввести мяч за боковой линией. Мне кажется, Мореев. Мореев. Главное. Кандартист, Паутон и Зеленых. Мореев с боковой. На Даксина. Обратная передача. Продольная на Лаврентий. Мореев. Мореев. Но мяч от правого полезащитника и Зеленых уходит за боковую линию поля. Смещен в командный приоритет. Заброс на Жандарова. И Юрий Жоголев апеллирует к арбитру, указывая на то, что, по его мнению, была опасна игра со стороны атакующего игрока приоритета. Неудачная игра Жоголева на подборе. Со второй попытки, опять же, Коннерев неудачный. Неудачная игра. И Иван Воблах, неудар, свой лукавый, с подбора. Пробивает ИЗО, и мяч уходит за линию ворот. ИНОКЕН снова будет вводить в нашу игру. А именно Мореев. ИНОКЕЙ ЗАБРОС на Теркарапетова. Ребята сцепляются на подальше ДНС. Ну, это непонятно, передача между двух оппонентов. И вынужден Теркарапетов снова отбирать между своей командой. По правому краю Солагул. Вот Бояркин уже проходит левый край. Видя о том, что осталась большая зона на своей половине Жангаров. С подбора Бояркин. Бояркин на Теркарапетов. Теркарапетов в борьбе. И Лаврентиев издали выше ворот. ИНОКЕЙ ЗАБРОС на сегодняшней игре. У нас касается игрового снаряда. Ну, что ж. Некое затишье у нас наступило. Но оно и ожидаемо. Все-таки команды потихоньку притираются друг к другу. И... Понятное дело, то, что нейтрализация соперников найдет и не иметь место быть. Бояркин все время по центру пытается вытянуть ударную позицию. И видит умысел со стороны Жандарова в отношении десятки зеленых. И Александр Воронцов вынужден назначить опасный штрафной удар практически по центру ворот. Метров, наверное, ну, с 12-13. Ну, у мяча Максим Адаксин. Не хочет он опускать лидерство в этом мощном противостоянии с Алексеем Барышниковым. Напомню, то, что у лидера атак приоритета было два забитых мяча и две гелевые передачи. У Максима Адаксина три забитых мяча и две гелевые передачи. Ну, что, посмотрим, сможет ли Максим отметиться результативным действием. Мы в очередной встрече между двумя соперниками Даниил Сахин в общем, так идентично очень меркантильно выставляет стенку, пытаясь полностью защитить правый угол своих ворот. Адаксин разбег, удар, рикошет у Перекладина. И лишь Перекладина спасает ворота приоритета. Видим мы с вами то, что Даниил Сахин то уже был на газоне, а мяч после рикошета полетел верхом под планку. Ничем уже в данной ситуации не смог бы помочь вратарь в своей команде. В тем временем Лаврентиев с угла поля. Заброс опять на дальний угол. Мореев неудачно с отфока пробивает и мяч уходит в сторону крыши Минирашного спортотдела спортплощадки спортзала. Сахин снова отворот оставляет данную правую куну партнеру. Длиннейший заброс на Жандарова. Жандаров продольная скидка дальше на своем нападающем удачном Сологуб. Подбора возвращает великолепная скидка Жовеля. Там же отрабатывает неудачный прием головой и вынужден выбивать боковую линию поля. Снова смечем приоритет. Жандаров пытается сыграть на своего партнера Муравьева неудачный и снова смечем приоритет. Жов Муравьева и мяч от удержанного Игоря уходит за боковую линию поля. Снова с мячом Морей. Морей на Таркарапетов. Таркарапетов скидка на Лаврентьева. По левому краю набирает Бояркин получает передачу врывается в штрафную ближний угол ГОЛ ГОЛ забивает Анвар Бояркин открывает счет сегодняшней встречи. Говорили мы с вами в начале сегодняшней игры о том что Анвар набирает свои оптимальные кондиции но видите самый ответственный момент самое нужное время один из лидеров Атласа открывает счет сегодняшней встречи и преимущество 13-й минуте игры на стороне хозяйственной игры команды Атлас сразу следует тактически замес стороны приоритета на поле появляется Алексей Барышников о котором мы с вами не так давно вспоминали чем ответит лидер Атлас приоритета тем временем Бояркин перекусывает Балуда и Балуда Балуда лишь в отчаянном подкате сумел исправить свою ошибку и за боковой линии будет водить Атлас исполнять данный стандарт будет Анвар Бояркин да могли сейчас паровозом получить белые вторым мяч в свои ворота и ситуация могла бы стать совсем критической Бояркин против двоих передача на Лаврентьев ну как неудачно действует 11 номер не так давно мы видели с вами лучших голах недели и в инстаграме и в телеграме и в других соцресурсах великолепный удар 11 номер зеленых но пока в этой игре себя он не нашел сейчас посмотрим может это ненадолго но он еще сможет себя проявить времени в принципе достаточно с первым барышников отвергая всяческое желание бороться за эпизод шалкает мореево в спину и страстной удар на пользу атласа Максим Адашенко и правый край через Мореева Мореев быстро в Касанчев во время хотел сыграть на великолепно посчитал данную передачу Владимир Жандаров номер 9 и мягко боковое поле сжоголев через левый край через Захарова обратно на жоголевая сжоголев на Мореева вытягивают таким образом белых со своей половины ой такая ошибка к Егенокеана не использует стопроцентный момент не смог он использовать ошибку вратаря сегодняшних хозяев ну не знаю предоставится ли еще такая возможность у Владимира но такие моменты конечно такие встречи использовать нужно необходимо без этого думаю рассчитывать на положительный исход сегодняшней встречи просто не стоит ну а если вернуться к матчам между этими командами которые мы уже обсуждали с представителями этих команд перед игрой то по поводу первого круга когда было разгромное поражение у Зеленых со счетом 6-20 приоритета ребята из Атласа рассказали о том что не был оптимальный состав и то есть еле-еле набрали эту игру 8 человек и на тот на результат того матча они в принципе никакого внимания не обращаются потому что суть суть самого Атласа суть той игровой системы которая есть у Зеленых та игра не показал тем временем появился один из героев прошлой полуфинальной встречи Сеггатуллин появился по номерам 18 помним его великолепный выстрел в дальнюю девятку ворот трейдера в то время Алексей Барышников уже пытается себя проявить с угла страхом пытался обыграть двоих оппонентов но лишь великолепная подстраховка со стороны защитников Атласа сумела нейтрализовать данную опасность напомним у Барышникова 2 плюс 2 в очном противостоянии Сологуб по левому краю пытался пробить издали но и великолепно измирает Сеггатуллин также на поле появился великолепный Янатян отбивает такой коварный удар соцкока мы видим из изнаночного тащит да приоритет перехватил инициативу несмотря на ту ротацию которые сделали великолепная скидка на дальний угол Янатян Янатян нейтрализует Балуду но я так понимаю Александр Воронцов принимает решение удара от ворот видим единоборство с нападающим скорее всего даже наверное это штрафной удар то что видим вратарь не смог сразу же подняться с газона и Александр Воронцов вынужден остановить игры на неопределенное время но слава богу с вратарем все остается хотя мы видим припрыгивать на одной ноге но ничего холод приморозит заморозки все равно не дадим ты мужчина ты терпи ну поехали дальше Мариев на Адакшина смотрим после травматационного новинка Жоголева Винудин был один из толков обороны Атласа покинуть поле и место центрального защитника занимает капитан команды Максим Адакшин который не так давно еще играл приоритет в облах передачи в центр центр на кратчу из Муравьева неудачная потеря Крахов в борьбе с последнего отмеча Бояркин с двумя оппонентами сохраняет мяч у себя ждет открывание своих партнеров передачи правый край на Мореева Мореев один в один против Балуды передача в центр ну да сейчас покинуть страхов великорепно Домиус Сасян самоклежим руками вперед видим мы с вами то что не без травмы данный эпизод обошелся для воротаря приоритета но слава богу все нормально это всего лишь болевой шок быстро же вынос Мореев великорепно опережение на Себготулина Себготулина обратная передача Воблов Воблов Адактин Адактин и Барышникова Себготулина издали великолепно накрывает Балуда и уже пятый номер пытается разогнать атаку своей команды через правый край через Емелькина Емелькин продольная на Барышникова неудачно снова Балуда теряет мяч в борьбе с Себготулиным и Захаровым Захаров по левому краю против Конорева Солагов Солагов непонятный заброс в упор не потерял снаряд и не получил контратаку противоположную сторону Жамбаров Стихана Барышникова Барышникова и великолепно Морев почти с лидер ворот выносит мяч за боковую великолепно играет 27 номер успевает и начинать свои атаки и страховать последний рубеж своей команды но знаете по последним по последним моментам мы с вами обратили внимание приоритет смотрится более прошу за прощение за тавтологию приоритетно Солагу в тем временем против Гатулина назад через Балуду Балуда непонятный заброс на Барышникова и Захаров не буду что Лукаву избивает центр поля снова Бояркин виденобор с Солагубом падает на газон Страхов левым краем перешел нападающего через Галкина но неудачно на эту боковую линию Балуда на Воблова 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 с левой края через Коннерева Коннерев ждет открывание от партнеров и нужен обратно отдать центральному защитнику вытягивает зеленых на свою половину непонятная обработка от Балуда и вынужден отдавать так знаете такой принято уходить пас цветок а оппонент на твоего партнера и вынужден партнер избавляться от мяча именно выбивать его куда подальше куда глаза бегят куда ноги смогут это сделать Захаров тем временем из-за боковой линии пауза у нас наступает вынужден сделать замену команды приоритет не совсем удовлетворены работой Владислава Сологуба и на поле появляется 21-й номер как раз Павел Муравьев он не с ничем Анвар Бояркин великолепно и набор что оппонента Барышников окружение троих Бояркин Капфи Гор сцепился что оппонента и Алексей Барышников не успевая сделать ответное действие задевает десятку зеленых по ногам Адаксин длиннющий заброс на Галкин Галкин скидка на Севготулина Севготулин в борьбе с Муравьем теряет мяч а так оправим приоритета в адрес защитника Александр Воронцов нужен назначить я так понимаю штрафной удар да абсолютно верно штрафной удар немножко не успел перед старым номером данному единоборству и задел Ивана Воблова по ногам вовремя будет исполнять данный стандарт очередной заброс да очередной заброс следует на Барышникова Жолик Юри появился на поле снова великолепно Максим Адаксин прочитал данный эпизод страхов левым краем набирает Галкин получает мяч на углу штрафной окружает его Зандаров и Воблова отдает назад страница капитану Адаксин Адаксин по центру удары издали заброс на Адаксин мы видели мы видели с вами разгонял в атаке левым краем 17 голов и 16 голевых передач ну и наш уже и по нынешнему матчу герой Анвар Бояркин 5 мячей и 19 голевых передач и 24 голевых передач Сологуб Вадислав который не так давно заменили 15 забитых мячей 23 голевых передач ну и тройку лучших игроков команды замыкает Алексей Барышников которого мы с вами видим под 10 номером забил 19 голов и отдал 17 голевых передач то есть помню мы с вами можем примерно сегодня рассчитывать на 4-5 мячей умело да и как на них не рассчитывать команда играет в острот атакующий футбол с обороной не так все надежно как у тех команд которые уже вышли выше дивизион напомним выше дивизион уже заранее вышли команда первого места и команда Рост военный потерь всегда ближний угол неудачно неудачно попытка со стороны одного из самых наверное подающих надежд молодых игроков не только Атласа но и наверное всей юго-западной лиги ну что ж Данил нас приучил к своим таким неординарным ходам и уже сегодня мы помним с вами эти первичные передачи на дальний на дальний танго когда есть чудо и отсутствие ростовой скорости мы могли Николаю Страхову замкнуть и оформить второй предпринимающий команд тем временем Мария продольная на Галкина ну и прекрасно балуда на опережение мяч у Серготульна по левому краю набирает Захаров зачем-то Серготульн решил взять на себя на двоих и уже через правый край через Страхова Страхов один в один раз неудачно неудачно бальз обратно своему левому полузащитнику сделать реалити от опасности подкат сзади от Николая Страхова Барышников и Ненавод и Жорг Галли он сохраняет у себя мяч Веронин изгалей Страхов знаете стиле Доминика Гашника известного хоккейного вратаря вынужден действовать и Янакян но с вами мы видели нечто похожее Даниила Сасина не так давно мне кажется это некий тренд зимнего футбола непредсказуемость от скоки и погода вносит коррективы в игровые действия обоих коллективов и как мы видим не только полевых игроков но и вратарей в частности тем временем замена пришла команда приоритет возвращается на поле по 23 номером у Гренинов Игорь Барышников против Жоголева помогает Захаров в данном медленоборте но Алексей благодаря своей фактуре такой неоднозначной сумел сохранить мяч у себя и зарабатывает на опасный штраф но и вот к мячу подходит Владимир Жандаров ну что Атлас помним из трех своих четырех штрафных Максим добился перекладин и кто за счет рикошета чем же ответят белые очень интересно Янакян вынужден на ближнем штангу вставить Жоголева непонятное решение от девятки приоритета зачем низом против двух соперников в ближний угол где и так стоит защитник не знаю не знаю может все там игроков и пролетают но у нас тяжело на это рассчитывать не приходится тем временем он до нее сайсен на Балуду Балуду встречает Максим Адахсен мне кажется пятерка не видел когда отдавал мяч уже чувствует что накрывают а дырку за собой в обороне оставили и штрафной удар в единоборстве между Перко-Рапетовым и Грениновым по сцене нарушает правила Захаров левым кранчу Сибготовлен Сибготовлен ждет открывание своих партнеров Адахсен касание на теркарапетов теркарапетов на Лаврентьев Лаврентьев Скидка на Адахсен а неудачно вот видим да вот этот вот тяжелый сочный газон надо смотить помете действия игроков ну что непредсказуемость данного матча только лишь приобретает от таких ситуаций и рассчитываясь на какой-то чудо-курьезный гол мы с вами сегодня вполне можем Владимир Жандаров из-за боковой линии будет вводить мяч в игру между тем остается у нас 2,5 минуты до конца уже первого тайма но если подводить вкратце итоги за исключением первых 10 минут со стороны Атласа в принципе игра у нас выглядит довольно таки ровно и назвать матч в одну количеству я ни в коем случае не собираюсь не буду да и не хочу потому что это неправда поэтому второй тайм второй тайм сможет лишь рассудить кто-то из этих двух команд наиболее достоин участвовать в сезоне 20 в высшем дивизионе юго-западной лидия муравьёвы за боковой линией будет это право заброс на воблах такой знаете своеобразный сложняк на дальний угол где Алексей барышников не смог скоординироваться и отправить такой нужный мяч ворота своих соперников по-прежнему 1-0 Захар с мячом левым краем заброс на Таркер Рапетова 13 номер зеленых просит немножко так пониже отправлять данные передачи с пременком с собой не взял на Майкл Джордан он чаще не похож вынос за боковую линию снова с мячом зеленые за минуту до конца встречи счет у нас по-прежнему 1-0 впереди хозяева сегодняшней игры а именно Атлас Захаров на Мореева Мореева аккуратненько поджимая ногу прошел данный единоборство передачи назад на Невиноокеана видели мы сегодня несколько раз неуверенно есть со стороны вратаря Атлас и в очередной раз вратарь неудовство лукава просто вынужден выбивать за боковую линию поля Ленинов тоже откроется под него передача на Барышникова Барышникова Захарова теряет мяч Адаксиан Лаврентия Лаврентия Торапета он не понимает друг друга на благо великого но только получил 4-2 в итоге контратака неудачная обработка от Жандарова Жандаров против Жоголева сохраняет у себя вдача пропускает на Абалуду Захарова неудовство лукава убивает из своей штрафной обратно забрасывает приоритет Терр Карапета в крайне Лаврентия Лаврентия в касание Гатуллина Мокрый газон не дает Даниле добраться до этого мяча и атака захлебнулась посмотрим сколько добавил Александр Воронцов к первому тайму честно не обратил на это внимание но я так понимаю в ближайшее время мы уже слышим свисток на пиры покажет пиры Максима Адаксина Владимир Жандаров я так понимаю будет делать выполнять пробивать данный заброс в штрафную своих соперников подтягиваются четвером игроки в белом штрафную Жандаров Борисников великолепно Жоголев играет на обережении Терр Карапета подхватывает этот мяч обыгрывает Жандарова и по ногам получает от Муравьева за что последний получает законное предупреждение видишь желтые карточки и я так понимаю вот он последний стандарт первого тайма видим к мячу подходит Лаврентьев Алексей который нас уже радовал не так давно своими великолепными ударами со штрафного по-моему в каком-то матче он даже два их забил посмотрим сможете отличиться можете отличиться Алексей сегодня Севгатуллин и Лаврентьев умещал Севгатуллин в нашем топ списке за ту неделю занял первое место помним его выстрел в дальнюю девятку с исполнителями стандартов и зеленых проблем нет а вот приоритета кроме Жандарова выделить кого-то проблематично тем временем Лаврентьев разбегается удар низом рикошет и мяч попадает в Ставгу а тем временем в Ухе в Чистоф об окончании первого тайма ну что ж давайте мы с вами отдохнем с вами во второй тайм 1-0 так закончили команда первый ну посмотрим что они нам покажут во втором ведь отступать белым уже некуда ну а зеленые зеленые в очередной раз хотят пробиться в эфи-двизион напомним что Атлас второй сезон выступает в юго-западной лиге но до этого команда долгое время выступала в западной и неоднократно под разными названиями команды Атлас нынешняя выходила высший дивизион западной лиги то есть команда беспростоев команда растущая постоянно обновляющаяся и команда знаете что они хотят и как они хотят видеть в своем футболе и как они оценивают свои силы и позиции чемпионат тем временем массим адакса неудачно и удачная так и соединил со штрафного и все по-прежнему у нас 1 0 по первому тайму наверное больше всех выявился ну естественно Анвар Бояркин который забил этот великолепный мяч и наверное Мареев номер 2 опущение у Атласа ну а приоритеты все те же лидеры Сологуб Барышников и Жандаров естественно Владимир Жандаров который и протащил в белых так называемый финал тем временем заброс на нападающий великолепно Захаров не дает дотянуться этой передачи Жандаров Жандаров снова против Захарова Жандаров под левую выкатывает Сологубу Сологубу издали но Максим Адакшин подставляет голову и мяч в центр поле в единоборстве между Бородой и Бояркиным Александр Бонцов решает унашать мяч в игре не видел он никакого умысла ни со стороны одного ни со стороны другого игрока и из-за боковой линии будет вводить Иван в облак на стола Губа великолепного Анвар Бояркин на опережение с сомборнером Максимом Адакшином но Александр Бонцов увидел здесь нарушение правил Иван Бояркин будет исполнять данный стандарт Анвар Бояркин пользуется маленькими футбольными хитрощами немножко мешает Бояркин Иван Бояркин и в куче если бы эта передача прошла вполне возможно можно атака у сегодняшних хозяев тем временем Захаров на Теркарапетов Теркарапетов в единоборстве с Вобловым падает на газон апеллируя к арбитру Захаров на подборе на Бояркин на Бояркин скидка на Адакшина Теркарапетов прострел и Захаров не попадает по мячу попадает по вратарю приоритета и вынужден Александр Воронцов останавливать игру видим мы с вами то что не очень хорошо после этого толстновения чувствует себя вратарь белый и назначает штрафной удар да так же объясняет Александр свою позицию что как он может ну видит да он так же должен быть тяжел как и ты куда деваться не только вы хотите выиграть футбол состоит после футбол со двух команд здесь одна становится сильнее сильнее нападающий удар Владимира Зандарова в дальний угол но к сожалению для себя не попадает он в желаемую точку ворот начало первого тайма было полностью за атласом первые 10 минут контролировали зеленую игру но потом с помощью перестановок и как тактических так и собственно человеческих на поле приоритет смог не только перевернуть как неудачно сладость под встречи но и даже к концу наверное первого тайма было некое преимущество у сегодняшних гостей так что непредсказуемость непредсказуемость еще раз непредсказуемость тем временем иван боку с боковой линии будет водить мяч в игру на Жандарова Жандарова на борце с Бояркиным не смел дотянуться до мяча и запросил вынос от Сологуба в сторону атакующего игрока своей команды в сторону Емелькина не доходит до последнего и смещен Единотян правый край Мореев Мореев на Бояркина от балуда отхакивает мяч в десятке Захар в левом крае против Сологуба передача центра на Тер-Карапетов Тер-Карапетов окружение троих что же он сделает пробрасывает мимо Сологуба и Жандарова подскальзывает и топорная нога у такующего игрока зеленая все равно в таком же ненаверном достачайшем в том состоянии не сумел нападающий Атласа сохранить мяч и сега и по-прежнему контроль над мячом и на ситуации у сегодня с мячом Захара снова смещен на Тер-Карапетов но мне кажется данная передача бы не дошла до нападающего в ведущем борьбу апеллирует защитник белых в адрес Александра Воронцова не знаю на что он здесь рассчитывал бороться не хочет но тогда можно замениться в принципе замена приоритета сегодня есть не хочет играть где-то в сегу подумаем в сеге но ни в коем случае не надо делать обвиняемого из судьи он заметил тебя не будет отнимать мяч и забивать голы в ворота своих противников Иван Глобав для тренажки в углу поля мы с вами столкнулись и не мудрствуя лукаво Конорев отправляет мяч за боковую линию с рикошетом от нападающего от нападающего атласа гандаров с мячом пока придерживаются атласа в прошлый раз на приоритете расстановки 2-4-1 не собираются они ничего менять рассчитывают на поддержку своих крайних ставок но именно то что все-таки нападающие рано или поздно впереди чем придумают а они уже придумали в первом тайме мы это с вами видели Страхов в единоборце с Сологубом подкалкивает последнюю спину и страхной удар уже будет в пользу команды приоритет Сологуб быстрый розыгрыш передача на левый край на Конорева Конорев центр на Сологуба Сологуб в единоборце с Бояркиным и Александр Воронцов вынужден но она значит страхной так самоотверженно Анвар Бояркин играет против всех своих оппонентов Иван в облах тем временем по правому краю удар в дальний угол но мяч проходит где-то в трех метрах от дальней штанги ворот сегодняшних хозяев видим как не спеша 27 номер Мареев придет за игровым снарядом ну а в принципе куда торопиться 7 минут уже второго тайма проехали 37 в сумме сыграно и мне кажется если Атласа начнет торопиться это ближе к концовке если матч будет неудачно складываться для них Мареев от ворот ленящий вынос на страховании доходят передачи до последнего и уже и уже угренина в борьбе с Жоглевым совет мяч пустая команда Балуда непонятный заброс я так понимаю был Маконнери но великолепно еще один раз играет Захаров и мяч отправит боковую линию поля замена между между тремя игроками мы видим Иван подняться с газона лежит Иван на газоне держится за локоть поле все таки жестковато напомним плюс один снег то есть где-то оно может быть даже и подмерзло может и температура у нас вечера с вами упадет и к финальному матчу между командами столицы артели заряд игрокам будет еще сложнее поэтому надо пользоваться теми условиями которые есть сейчас футбол по качеству я думаю наступать не будет и по самоотверженности тоже но какой-то технический брат вечером у нас добавится все-таки сможет Данил Хасин отворот через Балудо Балудо длиннейший заброс Мау Гренинова и Мореев убивает мяч за боковую линию ну так пока без особо опасных моментов на этот момент проходит у нас второй тайм ну и понятно одним не надо а вот другим очень даже было бы неплохо Жоголев непонятное движение мимо мяча но там же Юрий исправляет свою ошибку и Занарф напылает Захарова и пускает мяч за боковую линию 14 номер зеленых будет вводить мяч и за боковой так вот особых моментов у нас нет разве что можно было отметить вот это вот столкновение между Нилом Сашиным и Захаром ну и дальний выстрел с стороны девятки белых Владимира Жандарова помним дальнего угла мяч прошел тем временем герой последнего спича зарабатывает страх для своей команды там же Владимир будет его исполнять ждет своих партнеров пятером четвером атлас приоритет забрался в штрафную но никаких передач на Иванова облога и на Кенгеле поэтом играет на выходе через Морееву Мореев забрался Карапетова великолепно на подборе играет Позняков Бояркин Бояркин в единоборстве двумя вроде почти потерял мяч но снова но снова Позняков Позняков против Емелькина Угренина в правом крае в дичайшем подкате уже деваться было некуда если бы сейчас 23 номер Белых прокинул бы его не избежать беды сегодняшним хозяин Сологуб обратно на Емелькина вынос Балуда жесткое столкновение с Карапетовым Балуда первый окажется на газоне или крепный в облах против Адаркина изжесточайший коскар с открытой нещипанием со стороны Анвара Бояркина и Александр Воронцов ему об этом же самом и говорит зачем открывать подошву коли что идешь нога должна быть на газоне вынужден главный арбитр встречи наказать одного из лидеров от Ататат Атласа желтой карточкой мы видим сам Иван Воблов отошел от данного эпизода такой мини-шок испытал но как его не испытать когда себя катит с открытыми шипами приятного в этом мало кто играл в футбол тот знает и обычно все это начинает отходить уже после игры но в игре эмоции разгоряченность не дают в боли места заброс от Воблова на Конорева и немудростой лукаво Мореев выбивает мяч за боковую Жандаров с правого края будет водить мяч в игру нет оставляет Владиславу Сологубу Владислав поджидает своих партнеров Воблов рядом с ним от Ивана решил все-таки пойти в штрафную потоптать своих оппонентов заброс от Сологуба на кого же Ивана и Янакян выбивает мяч в штрафную и уже Захар отправляет игровой снаряд и боковую линию снова Сологуба из-за боковой Воблов под него подбегает нет Владислав я так понимаю очередной заброс собрался длиннющий делать в стиле всем известных защитников ирландского шотландского английского футбола но великолепно вытаскивает Янакян из дальнего угла удары из стороны Конорева на себя оборонцы Атласа данный выстрел и вынуждены снова убивать мяч за боковую линию смотрите совсем у Атласа разладилась их комбинационная игра сваливаются они больше на контратаке на грызню в центре поля ну а что-то такого умного хитрого и комбинационного пока стороны зеленых мы не видим тем временем вынужден Александр Воронцов дать паузу приводит в порядок амуницию вратарь Атласа ну что ж давайте продолжим Конорев за боковой на Сологуба Сологуб полулета великолепно Янакян только что амуницию подправил и не без помощи своих великолепных сперчаток и будут он нейтрализует данный выстрел какой товарный в облах на ближней штанге Жоголев Жоголев в подсаке силе Фабелка Навара выбивает у последнего мяч из-под ног снова Сологуб с угла поля сброс на центр снова Юрий Жоголев опережает всех своих соперников и снова аут и снова семерка белых сброс на воблова Жоголев там же Алексей Барышников набирал на дальнюю штангу и какое решение принимает Александр Воронцов Александр Воронцов считает что мяч уже до соприкосновения с руками вратаря Атласа покинул линию ворот от ворот будет водить Морей номер 27 команда Атлас смогут ли подсобраться зеленый я уже не уверен в облах двумя руками придерживал Тер Карапетова но изначально сам нападающий зеленый нарушал правила и главный арбитр встречи дает штатную пользу белая правым краем Жандарак Жандарова так аккуратно встречает уже Анвар Бояркин заброс за спину Морееву но слишком сильная передача и Конрих не успевает дотянуться до данного заброса очередные замены у нас происходит на поле возвращается Лаврентьев номер один с поле покидает Анвар Бояркин где-то может и поднаелся Анвар где-то может и желтая карточка не дает ему оставаться на поле тем временем вынос отворот Атласа заканчивается тем что Воблов возвращает мяч Санта-Полес это Аманда Сологу такой полный заброс на Барышников но Алексей стал по центру и никогда не мог тем времен сертерапетов несуразное действие такое нервное да и 13 номер Атласы теряет мяч Воблов попроще Алексей Барышников навязывает борьбу своему оппоненту и за игру руку Александр Воронцов назначает штрафной удар Конриф у мяча Жандаров уже просит игровой снаряд или протягивает восьмерка белых свода мяча в игру и так называемая постепенная атака как любят говорить коммитаторы социального телевидения позиционная атака со стороны белых началась Жандаров обратная на Конриф 1 в 1 против Араксина они без помощи руком всем помогают себе обратная передача на Жандарова Жандаров прострел и лишь великолепный пока со стороны Тознякова нейтрализует такой коварный нанесающийся момент у своих ворот угловой будет подавать девятка белых да то Сологуб то Жандаров походит в исполнении стандартов но пока ни у одного ни у другого слишком-то что-то очевидное не получилась баллада на подборе против Лаврентьева Лаврентьев выбивает за боковую а тем временем экватор второго тайма у нас с вами тоже пройден до конца основного времени осталось 13 с половиной минут чем закончится мы с вами видим непонятно тем временем на поле появляет заместо позднякова Сибгатуллин номер 18 это такая замена знаете рискованная где-то Алексей больше приучил нас потому что он защитник а Сибгатуллин больше атакующий игрок жандаров на подборе Жандаров подлево против Сибгатуллина ждет своих партнеров прострел на Барышникова на уровне пояса Сибгатуллин что ты делаешь по центру дорогой за какие ошибки могут тебя наказать а в высшем движении тем более наказывать будут систематически и бесповоротно и беспощадно продольная на Барышникова не доходит Захаров на опережение на ТР Карапетов ТР Карапетов скидка на Адаксина Адакси Сологуба обратно на ТР Карапетова левым краем Захаров отдай Захарову конечно какая-то передача знаете такая детском садике вот детям трехлетним четырехлетним такие вот накатывают когда они учатся играть в футбол но здесь надо позже здесь все-таки мужчины быстрые, активные голодные и холодные тем временем Сибгатулин на подборе после невразумительной передачи 17 номера белая скидка на Мореева Мореев Лаврентьев не доходит из века прямой ТР Карапетов играет против своего оппонента и запасную игру Александр Ланцов вынужден назначить свободный удар на чем сигнализирует арбитр встречи в облах на левый край неудачно Сибгатулин Сибгатулин один в один против Болоды передачи на Лаврентьева но кто-то из игроков приоритета а именно это был 17 номер Емелькин поставил ногу и мяч не дошел до партнера зеленых Захаров Лаврентьев Лаврентьев в центр Сибгатулин забежал уже на дальний угол больше немножко не поняли 11 и 18 номера друг друга Сибгатулин Сибгатулин продолжает грызть выгрыжает мяч за себя и вынужден Емелькин нарушать правила да технический брак не позволен сразу убрать под себя игровой снаряд и без всякой хитрости Данила оботрал своего оппонента и сам же заработал сам я так понимаю будет исполнять очень напоминает прошлую неделю примерно с этой же точки Данила забил трейдеру в дальнюю девятку посмотрим на этой неделе мы с ним общались я говорю я 10 раз попросил так пробить я говорю больше в жизни никогда не попадешь на что он сказал слушай дорогой разбуди меня ночью я это исполню всегда ну посмотрим удар Балуда накрывает его Жандар Адактин в девятку не без помощи Рикосета капитал команды Максим Адактин по два из преимущества в этой встречи 2-0 впереди Атлас ну что ж мы с вами вспоминали сегодня лидеров атакой и той другой команды два лидера Атласа уже отличились два лидера два основателя два друга я не знаю как два брата я не знаю как их еще назвать Адактин Бояркин на табло 2-0 Атлас совсем грустно становится для приоритета окончание встречи совсем грустно да и видим мы с вами вынужденную замену поле покидает у нас Коннериф и появляется номер 11 Старостин кстати что касается Старостина то что касается Старостин то он также неплохо проводит окончание этого сезона несмотря на все эти трудности на все эти проблемы которые которые были в игровом плане у белых данный игрок постоянно тянул на себя и вот он выходит один на один против и на океан самоотверженно двумя ногами вперед пошел не жалея себя ни в соперника и не тренирует такой опасный выход у своих ворот немножко Старостину не повезло сейчас при обработке мяча очень сильно Максим прокинул его себе в ход и мы видим то что вратарь Атласа при вынесе данного эпизода заделся атакующего игрока своих соперников и мяч снова у зеленых подготовлен борьбе с Жандарова скидывает назад Мореев неудорство и лукава на лаврентию на противоположный край но немножко неудачный мяч выходит за боковую линию поля а именно Виктор Балуда номер 5 будет вводить игровой снаряд в игру мы с вами уже видим то что подъехали и действующие лица скажем так большого пустого финала и за столицу артели и заряд но об этом мы с вами чуть позже будет прямое включение с руководителями обеих коллективов будет интервью так что никуда не уходите и смотрите и слушайте все расклады все перипетии последнего дня на юго-западе Сергей Иванович опережает старость финала передачи вот эту линию справа и влевую крайну лаврентию лаврентию на Адаршина обратная не доходит до 11 номера Барыш поставит топлив ему оппоненту и Максим Адаршин продвижует десятку гостей Иван передачи это чтобы побыстрее разыграть мяч перевод на балоду чуть был не на крыльях защитника белая и Лису из Зандарова смогли приоритет переступить уже половину волосолагон в ближнюю девятку неудачно неудачно Владислав ну в принципе наверное как и у всего приоритета отражение наверное этот удар сегодняшней игры белых не хватает совсем чуть в эпизодах помню с вами первым тайм Алексей Барышников не смог подстроиться под мяч казалось бы с ним со стопроцентной уверенностью можно было считать это голевым эпизодом несколько неплохих ситуаций было уже во втором тайме вот эти дальние выстрелы стороны Жандарова и Сологуба того же Барышникова но где-то все время чуть-чуть не хватает белым и пока 2-0 у Атласа в принципе по большому счету все по-своему не сделали они реализовали тем временем Позняков по левому правилу к сожалению 89 номер зеленых упускает боковую линию сразу же быстрый розыгрыш Марияев на опережение на Адахсен Адахсен попросту на чужую половину Захаров снова нападающего на Галкина Адахсен на Мария Мария Фродольная на Сибгатуллин на Сибгатуллин и на последний уход в боковую линию Балуда быстрый вот на Жандарова Жандаров центр центр назад передач на Боблов в облах длиннейший заброс на Старостину но великолепно действует Юрий Желгорь 11 номеру белых дотянуться до игрового снаряда сметом Енакян правый край Сибгатуллин на Галкина эффектно и очень красиво пятка на Позняков Позняков обратно Сибгатуллин Сибгатуллин по центру Даниил Фасим Даниил Фасим сейчас оставляет свою команду в игре несмотря на два пропущенных мяча я так считаю мое чисто мнение может быть они не согласны но единственный человек который до конца грызется в нынешней ситуации наверное все таки вратарь приоритета потому что игроки ничего путного придумать не могут вот такие полумоменты и длиннющие забросы и удары издали в принципе вот на что расчет белых Атлас смотрим с вами уверенно контролирует ход встречи но они в том году нас приучили чтобы не пробиться в одну четвертую кубку напомню в том году они проиграли трем звездочкам так что команда с характером команда вы знаете за что он играет и как он играет барышнику в то время отчиснет Познякова Позняков догоняет оооо великолепно молепное опережение пройдет наше старостью или старостью играя в корпус Мореева зарабатывает страшной для хозяев сегодняшней встречи вроде как и пять минут до конца вроде и надо подводить итоги какие-то сегодняшние встречи но вы знаете пока мы этого делать не будем я надеюсь на то что все-таки приоритет в какой-то момент голевой эффективный создаст и дырку от бублика на игровом табло они уберут хотя бы в пользу идищ тем временем Захаров будет исполнять штраф но и Захаров длиннющий заброс на Галкина Балуда на опережение великолепно играет обготовлено подхвате разворачивает передачу на Максима да все на великолепно Жандаров играет Мареев с подбора издали не попадает 27 номер поворотом соперника также мы видим на поле у Атласа появился Павел Крылов небезызвестный чемпион Юго-Запада составит финиш и мы помним с вами Павла был он в том коллективе который ныне к сожалению не существует но это жизнь мы приходим и уходим также с коллективами приходят и уходят но жизнь был по Юго-Запада остается и останавливаться она не собирается тем временем Балуда через Жандарова получают обратную передачу опять длинный полный проскрел какой-то полу-навок такой продольный через центр но Атлас замуровался на своей половине а именно 6 игроков зеленых уже находится на своей половине оставляли Данил Сибготулина на противоположной стороне тем временем Балуда заброс неудачный Жандаров просушил защитников Галкин на опережение Жандаров Жандаров Галкин Жандаров смешит себя передача центра на Колесникова Колесникова дальше на Удренина Удренина на Воблова последний не дотягивается от игрового снаряда и отворот будет вводить пара Янотян Морей оставляющему защитнику данное право вратарь Атласа длиннющий вынос я так понимаю на Галкина Сибготулина подстраховку данный вынос не увенчался Жандаров по правому краю центр Жандаров в облова Жевел подстраховку теряет мяч не безогресс и он пошел отнимать игровой снаряд у своих оппонентов видим в одном из толпаней получил неприятный удар по ногам но все же надо оставаться в игре за 2-2 союзной команды в меньшинстве это не есть хорошо тем временем Жандаров Борисников он пытается сделать двойку неудачно Крылов Крылов перевод на Сибготули на Сибготули на углу штрафной удары сдали Данила задрал мяч и уже его тезка Данила Сасин будет уводить отворот Салет это право также с фундаментом защитнику Балу идет Виктор пока все выбегают запрос за Ивана Лоблова не дотягивается Иван до мяча Жандаров на подхвате Гоголев подхвате Жоголев в жестком столкновении Максим Адактин и Капитан Акутин за боковую линию поле после единоборства с атакующим игроком приоритета Владимир Жандаров Исполняет все аутер Уислав Ушел заброс на Воблова Галкин великолепно ставит корпус Колесникова Попросит Сибгатулин Сибгатулин Убежит Данила Да Убегает Данила Саджа Мимо И 3-0 3-0 Отличается 18-й номер Атласа Тем самим Мне кажется Подводя Исход Даной Встречи Честно Наверное Безоговорочная Безоговорочная Победа Зеленых Заслуженная Заслуженный Выход Высший Дивизион И поздравляем Коллектив Максима Адакчина Январа Бояркина У нас с вами Остается Минута Видим Унылые Лица Отсутствие Полное Настроение Всяческого Для продолжения Борьбы За положительный Исход Со стороны Приоритета Ну Команда Молодая Команда Второй год Выступает И В принципе Команда Не так Встановление Атлас Мы уже с вами Говорили Атласу Много лет Большие традиции И Было просто Необходимо Собрать Тот коллектив Собрать Тех игроков Которые Необходимы Для той игры Которые 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 Проповедуют Зеленый Тем временем Галкин Один в один На море Море Заброс На Крылов И Крылов Оформляет Уже Разгром 4-0 В пользу Атласа Ну не знаю Видит ли Главный Арбитр Встречи Александр Воронцов Добавляет Здесь Хоть 10 секунд Я думаю Все таки Нет Да О чем И Возвещает Финальный Чвисток Данной Встречи 4-0 В пользу Атласа Поздравляем Команду С выходом Выше Движем Видим Мы с вами По картинке Как они радуются Долго Сли они Полтора Года Сли Ребята К этому Результату Не удалось Им сразу Выйти Напрямую Ну что Ну добились Молодцы Поздравим И мы А пока У нас с вами Пауза Давайте Немножко Отдохнем И будем Готовиться К финалу Финал Сегодня Финал Кубка Юго-Запада Финал 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 Главный арбитр Сегодняшней встречи Александр Воронцов Саш Ну рассказывай Какие впечатления От финала Впечатления Самые приятные Хорошая Боевая игра Равна Команд Обе команды Были достойны Итоговый счет Конечно Не отображает Действительно Потому что Большую часть Матча Преимущество В один гол Ну и второй Гол Команды Забил Сумасширский удар Самые приятные Эмоции Хорошая Боевая игра Приятно Таким Как игроки Были на поле Обраки Понятно Что там Очень много Разговоров Комментариев Но без этого Футбол не футбол Тем более Когда на кону Выход Вышлую лигу Все Объяснимо Все понятно Поэтому я там Никаких карточек Разговоры Ничего не дал Ну не стал показывать Не знаю По мне Все прошло Очень хорошо Приятно Слушай Ну Коля Ты вот обслужил Эту встречу Вот эти две команды Рассмотрел Как ты считаешь Каковы перспективы Атласа Уже в высшем дивизион Чуть вперед зайдем Ну точно могу сказать Что команда Не будет мальчиками Для битья Я думаю Что Может дать бой Любому Вообще Сопернику Вообще Труденция такая Что в высшей лиге У нас каждая команда Каждую обыграет Да Каких-то явных Малуцайдеров Нету Интересно Ждем следующий сезон Приоритеты Удачи в первой лиге Если они Сохранят состав Я думаю Так же В следующем году Будем бороться За выход Вышку Напрямую Или через тыки Команда будет Наверху С вами был главный Арбитр встречи Александр Воронцов Спасибо Сашу За работу Прекрасный матч Всего доброго